Всем привет и рада вас приветствовать на нашем канале Французский язык по полочкам. Сегодня мы с вами продолжаем разговор о французской грамматике и о французских предлогах. В двух предыдущих видео я вам рассказывала про предлоги «devant» и предлоги «derrière». Предлог «devant» мы переводим как «перед чем-то», «перед кем-то». Предлог «derrière» мы переводим как «позади за чем-то» либо «позади кого-то за кем-то». Я вам уже говорила, что предлоги «devant» и предлоги «derrière» употребляются перед материальными предметами, то есть те, которые мы можем с вами пощупать. Но достаточно часто нам надо употребить предлог «перед» или предлог «за» позади чего-то, но нематериального. Что в таком случае мы употребляем? Какие предлоги мы употребляем в случае с нематериальными предметами? Допустим, перед перерывом я должна закончить эту работу. Перерыв. Нематериальное. Пощупать мы не можем. Соответственно, предлог «devant» мы использовать не можем. Какие же предлоги мы тогда используем? Именно об этом сегодня речь пойдет в нашем выпуске. Если эти два предлога мы используем с материальным, с нематериальным в том же значении, мы используем предлоги «avant» и «après». Предлог «avant» имеет точно такой же перевод как «devant», но используется с нематериальным. Предлог «abhé» имеет точно такой же перевод как предлог «derhé», но используется с нематериальным чем-то. Эти предлоги становятся перед артиклями. То есть и эти предлоги и эти предлоги у нас употребляются в комплексе с артиклями самого слова. Не забывайте, что предлоги – это одна часть речи, артикли – это совершенно другая часть речи. Поэтому они могут существовать вместе. И теперь мы рассмотрим разницу между этими предлогами, которые употребляются с материальным и с нематериальным на конкретных примерах. Первое слово «дверь» – «la porte». Я вам специально взяла слова с определенными и с неопределенными артиклями, чтобы вы не зацикливались, какой конкретный артикль здесь использовать. Это отдельные слова, это отдельные куски фраз без контекста, поэтому здесь все равно, какой артикль мы будем использовать. «la porte» – «дверь». Дверь материальная, пощупать можем, поэтому перед дверью – «devant la porte», за дверью – «derrière la porte». Дверь у нас уходит в эту сторону. Каникулы – «le vacance». Каникулы всегда во множественном числе, поэтому мы их используем либо с артиклем «le», либо с артиклем «de». В единственном числе, хотя это женский род, но в единственном числе слово «каникулы» не используется. Итак, «перед каникулами» или «после каникул». Каникулы – это что-то нематериальное, поэтому эту часть предлогов мы использовать не можем, мы используем вот эти предлоги. «Перед каникулами» – «avant les vacances», «после каникул», «après les vacances». «après les vacances», «les enfants vont en l'école». «После каникул» дети идут в школу. Каникулы нематериальные, поэтому с предлогом «après». «une pause». Пауза – перерыв, перерыв в работе, например. Перерыв до перерыва и после перерыва. Перерыв мы пощупать с вами не можем, это нематериально, поэтому мы говорим «перед перерывом». «avant une pause», «после перерыва», «après une pause». «après une pause, je reprends». «девочка», «une fille», «девочка». Девочка материальная, пощупать можем? Можем. Поэтому перед девочкой мы говорим «devant une fille», «позади девочки», «за девочкой», «derrière une fille». «Le chien se cache derrière une fille». Собака прячется за девочкой, позади девочки. Следующее слово «la table», «stol», «la table», «стол» женского рода. Тут все очень легко и очевидно. Стол материально пощупать можем, поэтому «перед столом», «devant la table», «за столом», «derrière la table», «позади стола». «Devant la table» «il y a trois chaises». «Перед столом» имеется три стула. «Devant la table» «il n'y a pas deux chaises». «Позади стола» нет стульев. «Моа», «я» мы здесь не можем написать «же», потому что в предыдущих выпусках мы уже с вами говорили, что «devant» и «derrière» используются со своей линейкой местоимений. Они не используются с местоимением «же», «tu», «il», «el» и так далее. Они используются с местоимениями «моа», «туа», «люи», «эль», «ну», «ву», «э», «эль». Поэтому я здесь указываю «moi», «je» мне указываю. Я материально, меня пощупать можно, поэтому мы используем вот эти предлоги. «Передо мной», «devant moi», «позади меня», «за мной», «derrière moi». Допустим, на кассе в супермаркете «madame, vous êtes derrière moi», «désolée», «madame», «сожалею, но вы сзади меня», «не надо лезть без очереди». Следующее слово «отпуск», «en conje», «moy отпуск», «mon conje». Обратите внимание, слово «каникулы», «le vacances» – это имеется в виду только школьные каникулы и время отпусков, которые связаны со школьными каникулами. В контракте, в рабочем контракте взрослого человека вы никогда не увидите слово «le vacances», потому что отпуск взрослого работающего человека называется «en conje». «Отпуск», «mon conje», «отпуск» – нематериальный, пощупать не можем, поэтому «перед отпуском» и «после отпуска» мы используем предлоги «avant», «avant mon conje» и «après mon conje», «avant mon conje», «je dois finir sur travail». «Перед отпуском» я должна закончить эту работу. Следующее слово «le cinema», в предыдущем выпуске мы уже разбирали это слово, но еще раз я вам его повторю. Это очень хитрое слово, у него два перевода, один из них материальный, второй нематериальный. Один перевод – это кинотеатр, кинотеатр – это здание, мы можем пощупать материальное. Мы будем использовать эти предлоги. Второй перевод – это фильм. Фильм сам по себе, фильм, он нематериальный, мы его пощупать не можем, поэтому с этим же словом мы можем использовать и вот эти предлоги, но надо четко знать. Эти предлоги с материальным значит «devant le cinéma» – это будет «перед кинотеатром», а «avant le cinéma» – «перед фильмом». «Je t'attends devant le cinéma» – «я тебя жду перед кинотеатром» и, допустим, «avant le cinéma» – «il faut acheter des boissons». «Перед фильмом надо купить напитки». Вот такая разница между предлогами «devant» и «derrière» и синонимами «avant» и «après». Я надеюсь, что после этого урока вы не будете путать «devant» и «avant», «derrière» и «après», а будете четко знать, в каких случаях употребляются одни предлоги, а в каких случаях употребляются другие предлоги. Как всегда, я вас благодарю за то, что вы продолжаете изучать французский вместе с нами на нашем канале. И до новых встреч, до новых уроков! Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!